Всё, запись пошла. Сейчас я буквально пару слов вводных скажу и потом передаю тебе слово. Итак, вот, к сожалению, наши технические возможности не совпадают с нашими желаниями. И никак у нас вот это вот немножко, да, потеряли мы людей. Пришли люди в Инстаграм посмотреть, как мы будем делать массаж лица с гуаша и эфирными маслами. И, к сожалению, видимо, не у всех есть возможность переключиться на Телеграм. Поэтому вот я не вижу сейчас тех людей, которые были в Инстаграм. Но будем надеяться, что у нас запись пройдёт успешно. И мы всё-таки сделаем то, что мы запланировали сегодня. И запись выложим, и наши зрительницы посмотрят в записи. Итак, очень коротко, да, чтобы не затягивать. Однажды меня спросили, не спросили, а однажды мне в комментариях там к какому-то, не помню уже, видео или посту написали. Байя, как вам идёт ваша блефаропластика? Вот. То есть люди посмотрели на меня и решили, что я что-то делала со своим лицом. На самом деле я ничего с лицом не делаю такого механического. Я имею в виду с чужими руками, а всё только своими. И один из способов сохранять своё лицо своими собственными руками – это массаж с гуаша и эфирными маслами. Вот ты у меня, по-моему, вылетела, Жан, сейчас. Мы по очереди вылетаем. То ты сначала, теперь я вообще, что ж такое? Не знаю, что такое. Ну вот, я сказала своё вступительное слово. И про то, что не приемлю, не приемлю вообще категорически все вот эти вот неестественные методы, все эти нити и блефаропластики и прочее. Хотя меня могут упрекнуть, да, что типа сейчас это всё очень развито на таком достойном уровне. И если ты себя уважаешь, то почему бы нет, почему бы там не вколоть чего-нибудь, да, не приукрасить, если есть такие возможности. Но я вот, наверное, остаюсь допотопным человеком. Я не хочу использовать те возможности, которые идут вразрез с природой. Потому что я натуропат до мозга костей, потому что я приветствую только всё естественное, натуральное, природное. И поэтому я очень рада, Жан, что ты со мной в одном русле, да, и в одном направлении. И при том, что ты, у тебя есть свой опыт вот этих применений неестественных методов, о которых, да, сейчас нам чуть-чуть скажешь, ты всё-таки от них отказалась и повернулась лицом к естественным. Вот. Поэтому, прежде чем мы приступим, прям коротко вот эту историю свою скажи, пожалуйста. Ну, если прям наглядно, то наглядно можно, если что, у меня сегодня посмотреть в Инстаграм. У кого есть, конечно, туда возможность зайти, да, и вот я в истории вчера рассказала, сегодня до вечера там это всё будет висеть, прям мои результаты. Вот. Ну, если что, Байя, можно, может быть, здесь продублировать будет, если есть такая возможность. Ну, конечно. Показать результаты вообще, чтобы было понятно, собственно, о чём я, да. Потому что, да, я, конечно, долгое время уже на протяжении многих лет всё-таки отношу себя к тому человеку, который ведёт здоровый образ жизни, за всё такое натуральное. Но, вот для лица я почему-то как-то вот не сильно об этом задумывалась, если честно. То есть всё пробовала. И вотокс, и гиалуронку подкалывала, всякие филеры там, и глоб, и носогубку колола. Вот. И нити, обычные нити. И уже дошла год назад от того, что я делала подтяжку нитями, такие нити с когтями есть, нити оптос. Вот. Ну, всё это от того, конечно, потому что хочется быстрого результата, да, чтобы всё быстренько. И какая-то некая неуверенность была в том, что, ну, ничего не помогает, какие-то массажи. Массаж это растягивает кожу. Кстати, стандартный миф такой, самый распространённый, да. И вот у меня тоже всё это было. Но, когда я через год после нити увидела своё лицо, я убедилась в том, что, на самом деле, все эти способы, которые предлагает косметология, да, это всё, ну, что-то как-то не очень мне нравится, потому что лицо моё мне не совсем не понравилось. То есть ничего, то, что я хотела, ничего не получила в результате. Как будто даже ещё хуже стало. Вот. И я уже просто, ну, не знаю, от отчаяния, не от отчаяния, как ещё сказать там, ну, что-то начала думать о том, что всё-таки нужно применять какие-то более здоровые методы. И глядя на тех людей, женщин, которые делают массаж гуаша, я так всё-таки призадумываю, надо мне это тоже попробовать. Но меня зацепило то, что эфирные масла имеют свойства, которые ускоряют процесс массажа. Это уже я чисто со своего опыта, вот, месяц применения, что с моим лицом в результате получилось, да. Тем более, что я их стала изучать, и я уже поняла их свойства и думаю, дай попробую. То есть не просто с обычным маслом, там, ну, как вот его предлагают, да, а именно эфирные масла добавить. И да, сейчас я на данный момент всеми руками и ногами, как говорится, за то, чтобы делать естественное оболожение лица с помощью эфирных масел, с помощью массажа. И вот хочу, соответственно, вам это всё показать и рассказать. Ну, я уже приготовилась, я умыла лицо с пенкой, я протерлась тоником, и я приготовила себе уже, во-первых, целую коробочку, а во-вторых, я учла вчерашний свой косяк и уже заранее себе приготовила. Ну, не в бутылочке, а вот так у меня, да. Я готова уже сейчас приступить. У тебя не видно, вот у тебя прям мутный экран, то слышно, 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 а вот не видно, ты не переключаешь. А, ну, в записи будет лучше. А, ну, может. Ну, что есть, то есть. Ну, да, как-то почему-то. Главное, я думаю, чтобы сейчас я не зависла, потому что это же вообще... Ну, как будет, так и будет, что ж теперь. Ну, да, давай, показывай, всё делаем. В общем, что мы делаем? То есть, ну, в первую очередь, вот, Вая показывала, да, не видно. Значит, должна быть вот такая подготовленная смесь, смесь масел. То есть здесь базовое масло, у меня масло виноградной косточки, в него я добавила три масла, это деблу, лаванда и ладан. Пропорции 100 миллилитров масла, и туда по 20 капель каждого масла я добавила. Что делаем? Тоже лицо, конечно, готовим, я уже тоже его умыла, чтобы на это время не тратить. Масло желательно, чтобы было подготовлено, но для того, чтобы просто не тратить на это время, каждое утро, а тем более, вечер там делать, да. То есть нанесли на руки масло, и наносим его на лицо и шею. Шею прям вокруг, потому что, когда мы делаем массаж, мы делаем это полностью, начиная с шеи. У кого есть проблемы с декольте, то с декольте. Брови тоже проходимся, кстати, не забываем про брови в плане того, что именно по волоскам маслами. Ты знаешь, вчера мы с тобой, когда на ютубе проводили вот эту трансляцию, мы забыли сказать одну вещь, я должна ее повторить, чтобы когда вы делаете массаж с эфирными маслами, чтобы вы аккуратнее обращались с глазами. То есть у вас руки в масле, и смотрите, пожалуйста, не трогайте глаза, и чтобы здесь слишком близко тоже к глазам не подносить эту смесь, потому что масла могут сильно раздражать слизистой глаз, она очень нежная. И, конечно, мы всегда после соприкосновения с маслами потом идем моем руки, чтобы случайно не занести глаз. Да. Но моем руки, это уже потом, после массажа. То есть я сейчас остатки масла, я просто, я очень люблю. На руки размазала, все прям так классно, приятненько, все обалденно. Зачем остатки куда-то вытирать или мыть там, да, то есть прям все рост. Берем массажер гуаша, скребок гуаша вот такой вот. Лучше, конечно, чтобы он был такой формы. Ну, это самая удобная форма, на мой взгляд. Бывают всякие разные, там прямые, вот у меня такая лапка еще есть. Но этой лапке не очень в некоторых местах будет удобно делать. То есть сейчас пока не буду даваться в подробности, нет смысла. Вот. То есть вот подобный массажерчик, то есть он бывает вот просто одинаковые такие вот, вот у тебя там, да, вот такой как сердечком таким. Можно его брать. Ну, самое главное, чтобы было вот это. И начинаем всегда массаж с шеи обязательно. Потому что спазмы шеи, они очень сильно влияют на то, как наше лицо будет. Вот так вот, такими движениями. Просто именно трапециевидная мышца у нас ее. Ну, удобно это делать, само собой, там, в нижнем белье, да. Когда мы дома сейчас рептиц шоу покажу. И аккуратненько, ну, как аккуратненько, вот на шею нажимать можно. Значит, смотрите, три эфирных масла, которые находятся в семейной аптечке, я использую на данный момент. То есть это вот, я считаю, что это прям такой, ну, такие три масла, которые, они помогают во всех направлениях. Для лица вообще очень шикарно подходят. Вот, самое первое, то, что здесь есть смесь дебу. Дебу она мне очень нравится. Тем, что там, во-первых, такой богатый состав, там очень много разных масел. Одно из них это грушанка. То есть, вот смотрите, здесь по шее делаем, ну, видите, движение туда-сюда. Зачем я это делаю? То есть потом будем заканчивать движением вверх. Делаю для того, чтобы разогнать лимфу и разогреть, ну, разогнать кровоток, короче, улучшить его. Вот, в общем, грушанка. Это тоже самое салициловая кислота. То есть она содержит салициловую кислоту, которая очень хорошо шлифует кожу. Она ее шлифует, она ее очищает. Черные точки, кстати, с лица очень хорошо убирает. То есть лицо становится шлифованное, гладкое, чистое. И с первого применения прям эффект фотошопа такой. То есть прям такое классное лицо. Вот сейчас, ну, вот, не знаю, сколько у меня сейчас. Без всяких масок, там, да, ну, без всего. Вот, и это видно после первого применения вообще сразу заметно, обычно все замечают. Вот, там состав очень хороший, то есть там есть мята. В самом диплу. Слушай, меня прям в жар уже бросило. О, ты, ну, ты появилась. Значит, смотрите, самое, вот, самое на что нам нужно обратить внимание при проработке шеи, это трапециевидные мышцы. И вот эта мышца, ну, я как бы не специалист, да, как она там правильно называет, вот, когда поворачиваешь шею, и вот она, то есть та, которая идет прям вот туда, вот нам за уши, да, вот это. Вот ее, как раз вот этой выемкой, ставим ее прям на эту мышцу вот так, и поехали по ней. Вот у меня, допустим, с этой стороны, я когда делаю, у меня прям такое вот болезненное ощущение, ну, так, напряжение в этой мышце есть. А если эти мышцы напряжены, то они, то есть в тонусе, они тянут за собой мышцы лица, соответственно, лицо вниз как бы такое проседает. Ну, брыли откуда появляются? Вот они оттуда и брыли, то есть когда тут скукоживается все, и шея, кучу. И на лице тут еще мышцы, ой, ой, мне прям аж это, аж отдает в глаз куда-то, в глаз. Вот, и так, и дальше поехали. То есть можно прям вот этим вот сердечком вот так вот здесь проходиться. В качестве эксперимента можно дома, когда делаете себе одну поделать мышцу вот трапециевидную, да, вторую посмотреть, она прям будет, то, которое поделали, она прям опустится, ну, уменьшится. Как сдуется, что ли. Так. Здесь вот спереди по шее проходимся аккуратно. То есть здесь вот у меня даже видно, видите, покраснела вся шея красная. То есть я тут вот себя не жалею, то есть я тут нормально на шею нажимать надо прям нормально, так прям вот хорошо. Здесь спереди уже нежнее кожа, соответственно, ощущение, и тут щитовидка там, да, то есть как бы нужно аккуратненько, среднее нажатие такое должно быть. И последнее, что мы делаем, когда завершаем массаж шеи, мы гоним лимфу вверх. Вот так. Потом переходим. То есть мы, получается, делаем массаж вот снизу вверх. Шею делали. Дальше поехали, уже делаем скулы. Скулы здесь у нас внизу, как это все время звать, челюсть прорабатываем. Вот, сердечко, вот эту вот выемку, ее ставим. То есть если вот такой вот массажер, то я ставлю в большой части вниз. Вот так. Первоначально, когда начинаем делать, там всегда появляется такой хруст, как будто. Ну, это фиброз. Тот фиброз, который нам нужно во время массажа разбивать, потому что фиброз, образуясь, он подтягивает за собой и мышцы те же самые, кожу стягивает куча. То есть от этого появляются, соответственно, морщины, все это обвисание. Нам нужно наладить эластичность, то есть мы улучшаем таким образом сейчас лимфоток и кровоток в первую очередь. За счет этого получается, что и кожа подтягивается, то есть она не растягивается, потому что часто бывает, да, это вообще самое распространенное, я тоже так думаю, что кожа растягивается. То есть сейчас я буду, я все время думаю, сейчас я буду тянуть во все стороны, и у меня вообще все отвиснет, и так, как это, а как у шарпея, там, да, пошло все отвисать. Вторую часть, вот у меня левая сторона, она такая более, я обычно свою левую сторону везде и показываю, потому что правая сторона у меня, я бы сказала, она даже идеальная, вот всегда такая, ну, более-менее была нормальная, а левая она всегда вот такая вот здесь вот у меня вот эта вот паровисность, ну, асимметрия, у меня асимметрия тела есть, как у любого человека, по сути, ну, вот у меня она вот так вот появляется. Нажатие всегда делаем по ощущениям, то есть если не больно, можно чуть-то немножко там поднажать, особенно если чувствуем здесь вот лежачие вот эти полицейские, грубо говоря, да, то есть хруст такой, если присутствует, вот надо, вот у меня уже он намного меньше, конечно, спустя месяц, то есть поначалу я просто у меня он застревал, прям скребок такой, я так его это, ну, я не могла его сразу так легко протолдуть, у меня как бы раз, 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 вот так вот пихало. Ага, и все к уху идем. Так, теперь поехали сами скулы, то есть ставим, вот уже берем вот такую вот сторону массажера, выемку такую в пуклости, чтобы была вот эта. Ага, и от носа под, вот щечки как делаем, да, вот так вот раз, под скулы и к уху проводим. Ага. Здесь очень крутой эффект дает масло ладана, то есть мне вот что нравится, то, что его используем как раз в первую очередь для омоложения лица, то есть омоложение лица, подтяжки кожи, то есть оно прям как раз вот, самое его такое, я бы сказал, первостепенное направление, именно для лица, если мы его используем, то ладан это просто вот шикарная вещь, омоложение колоссальное дает. Потому что под действием самого массажа мы что делаем? Мы помогаем маслу глубоко проникнуть в кожу, да, то есть в кровь попадает, да, соответственно в кожу попадает, то есть кровоток улучшается, проникают эфирные масла туда, и действие увеличивается, и быстрое действие самое главное. Кстати, вот здесь вот прохожусь, ну, у меня фиброз, конечно, еще из-за того, что у меня нити там понаставлены везде были, то есть нити они что делают? Они дают фиброз. Как бы, как косметологи это поясняют, то что фиброз этот держит кожу, дает каркас. Может, он и создает каркас для морщин. Так, ну, я делаю это вообще на каждую сторону где-то 6-8 раз надо минимально. Вот, ну, я делаю больше вообще сама, потому что мне хочется побольше. Вот, дальше, дальше прорабатываем подбородок. Подбородок никогда игнорировать не надо, потому что, ну, многие думают, что там подбородок, он такой плотненький, ничего, куда он там. На самом деле он тоже в кучу делается. Вот так вот все. То есть его тоже надо. Держим, собственно, и поработаем. Именно вот этой выемкой, все этой. Сначала этой стороны, потом можно поставить вот так. Вот так его. Или даже можно, наоборот, большой стороны начнется. Класс! Такое приятное ощущение в лице. Холодочек такой. Холодок, кстати, дает сам деблу, потому что там в составе мята. И камфора, кстати, в составе. Она улучшает очень хорошо кровоток. Но с ним нужно быть осторожным, потому что, если есть купероз, то лучше, конечно, не использовать деблу, потому что камфора, она улучшает кровоток и может немножечко так усугубить. А вообще, в целом, деблу смесь очень даже неплохая для лица. Потому что она как раз помогает, снимает отечность. Нам надо отечность снимать. То есть, если, к примеру, проснулись с утра и отекшее лицо, да, берем скребок гуаша, берем масла, две минуты, все, отека нет. То есть, лицо будет прям такое... У меня уже худеет лицо. Оно уже уменьшается. Вот. Смотрите, дальше. Можно было бы сейчас проработать губу, но я перехожу вот... Нужно ослабить носогубку. То есть, носогубка у нас, носогубные вот эти мышцы, мышцы морщины, они появляются от того, что вот здесь вот мышцы в тонус приходят. То есть, мы когда делаем вот это, да, у нас так напрягается. Поэтому, что я делаю? Я беру скребок и вот так держу щечку, чтобы мышца у меня была зафиксирована. Ставлю скребок прямо на эту мышцу. Вот она, она вот здесь, вот она вот тут. Вот здесь она у меня аж вот так вот... Вот здесь вот. Вот даже не знаю, даже может быть видно. Смотрите. Вот. Выскакивает как бы... Оп! Хруст. У меня прям хруст здесь. То есть, я что делаю? Я вот так вот ставлю и держу. Таким образом, я снимаю спазм. Это спазмированная мышца. Особенно, если мне больно, то нужно потерпеть чуть-чуть. Ну, конечно, не до фанатизма там, но как только начинает боль уходить, мышца, ну, спазм снимается. И разглаживаю. Оп! Разглаживаю. Еще разок. И разглаживаю. Ну, мне носогубку мешает. Так. Оп! Как же с этой стороны? С этой стороны у меня меньше этого. Так. Если что, я двурукая, я могу одинаково зеркально делать. не обращай внимания. То есть, это, в принципе, не сложно. Так. И еще разок. Угу. Все. И переходим на губу. Как бы причесываем. Угу. И лоб. Вообще, весь массаж, по сути, он делается максимум 5 минут. Сейчас просто прорабатываем, прорабатываем так, То есть, я объясняю. И немножко это все подольше. Так, у меня тут музыка на заднем плане появилась. Ничего так не сильно слышно. Краснеет лицо. Это вообще, вот самое крутое, самый крутой показатель после массажа лица, что он сделал правильно, эффективно, все круто, да, это когда лицо такое краснучее, все такое горит прям. Шикарно просто. Оно такое подтянутое, такое все, такое все худенькое становится. Вот очертание скул появляется. И бровь прорабатываем. Бровь, брови обычно, они болезненные такие. Но ничего страшного, потому что, почему болезненно? Больно вначале, вот здесь, в начале брови, потому что здесь опять спазмированные мышцы, откуда появляется вот эта вот кладка. Потому что тут спазм мышц, да, и они вот кучу. А нам это надо проработать. Так. И вторую. Ну, в принципе, вот как бы вот так вот он каждый день делается, этот массаж. Можно еще немного. Это я так чуть-чуть масло. Смотрите, дальше масло, его нужно желательно снять от лица. То есть, если массаж делается больше двух минут, соответственно, масло, которое на лице, оно окисляется. То есть, не очень хорошая реакция. То есть, от этого засорения пор, засорения кожи. То есть, нужно это масло с себя снять. Можно горячим полотенцем, если умеем это делать. Если нет, значит, берем молочко для снятия макияжа, смываем, и потом умываемся. Чем там? Там гелем для умывания, пенкой для умывания, что у вас там есть. Все. И после того, можно нанести свой уходовый крем. То есть, ну, что там, вы наносите на лицо. Но главное не оставлять. Если до двух минут был массаж, то, в принципе, масло можно просто чисто тоником протереть лицо, а там остатки где-то останутся в коже. Можно даже крем никакого не наносить. Будет прям шикарно. А вообще, в целом, лучше, если больше двух минут, то лучше, конечно, снять. Вот я хочу поделиться с тобой впечатлением от вчерашнего дня. Я же вчера призналась, что я не практикую массаж гуаша каждый день, просто потому, что, ну, так себе отташусь плохо, что много работаю, когда хочешь спать, уже не до массажа, и вот как бы так. Ну, иногда сделала, вроде бы хорошо. А вчера, вот мы так с тобой поработали, в прямом эфире, прям такой хороший массажик сделали. Я после этого смыла, естественно, всё. И потом весь день, вот у меня весь день было ощущение на лице, во-первых, такой свежести, наполненности, и оно было приятное на ощупь. То есть не было вот этой вот сухости. При том, что я бегала на лыжах, да, я потом после опять умывалась водой, а вода, она такая, ну, так себе, да, из водопровода. И я ничем не смазывала, и всё время на лице, вот весь день оставалось ощущение какой-то бархатистости, свежести. Вот настолько эфирные масла сделали своё дело. Они впитались, причём они делают это очень быстро, и оставляют этот эффект вот на такой пролонгированный, на весь день. Вот. Для меня это было просто такой хороший такой пиночек под зад, что, матушка, каждый день будь добра, ухаживай за своим личиком. Люди себе плювочку, да. Да. Люби себя, да. В свои 60 лет уже пора браться за ум, так сказать. Вот. А я вот сегодня ещё и с коробочкой такой целой, я дополню немножко, да. Вот я беру кокосовое фракционированное как базу. Сегодня я добавила Яропом, о котором вчера много рассказывала везде, во всех сетях, про его чудесные качества, что это просто какое-то сумасшедшее открытие сделали учёные, что именно вот смесь этих масел из челестника и гранатовых зёрнышек как раз занимается восстановлением наших тканей, способствует выработке коллагена. А для нас, женщин, да, это безумно важно, именно чтобы тело вырабатывало само коллаген для... Вот. Самое крутое. Конечно, я тоже добавила дебло, для этого вот ощущения такого покалывания, да, и чтобы прям хорошо. Вот. И само собой, ладан я добавила. И я хотела ещё сегодня прямо так бегло для тех, кто не знает про эфирные масла, кто знает, это замечательно, но кто не знает, у нас ещё есть целая категория масел, которые идут прям в роллерах. То есть, что такое роллер? Это очень удобная форма нанесения на лицо, когда не нужно капать, да, и там что-то себе пачкать, а просто берётся роллер, открывается крышка, и роллером мы можем вот так, в данном случае у меня лаванда, которая успокаивает и расслабляет. Кстати, вот, да, мы сейчас поработали с лицом, мы его, так сказать, натренировали, а чтобы привести его опять в успокоение, мы можем использовать лаванду как заключительный шаг, и вот так немножечко, да, поработать этим роллером по лицу лавандой, и как завершающий, да, этап вот так просто посидеть минут там пять и дать лаванде сделать свое дело. То есть, уже расслабить, да, потренировали, как у нас разминка, да, тренировка, заминка, так и здесь тоже. Мы делали, да, тренировку, и теперь заминка, это вот лаванда, которая очень ярко выжжена, успокаивающие свойства. Вот, ещё роза в роллере, это масло для женщин номер один, я бы сказала, потому что это как раз против старения. Роза, она у нас ассоциируется с вечной молодостью. Конечно, масло не из дешёвых, но оно того стоит. Оно стоит нашей красоты и нашей молодости. Есть просто священное масло бессмертник. Оно, кстати, по своим свойствам напоминает ладам, напоминает миру, и оно тоже идёт в формате роллера, что тоже позволяет его очень, да, удобно использовать вот против морщин. Есть у меня ещё в запасе масло нероли, это из цветков дикого апельсина, и это тоже символ омоложения. То же самое можно точно так же, как и розу, как и бессмертник, использовать против гусиных лапок, ежевечерние, ежеутренние, вот так нанося себе и делая лёгкие массажи. Вот, и большая находка для тех, у кого постоянно какие-то прыщи где-то вскакивают, это масло чайного дерева в роллере. Это просто идеально. Поскольку оно имеет, ну, не очень привлекательный запах, для меня лично, не знаю, как для других, то очень здорово не пачкать руки, я действительно увидел прыщ, вот у меня на лбу сейчас, да, вот, мазнул, закрыл, всё, и пошёл. Буквально через несколько там минут запах выветривается, а вы совершенно спокойно к вечеру уже можете отметить, что прыща уже нет, что он уже исчез. Вот, у кого есть склонность к акне и прочим таким вещам, это вот чайное дерево просто номер один. Вот, на самом деле, в дотерра очень большой спектр эфирных масел, которые мы можем использовать именно для работы с кожей, кожей лица, кожей тела, любыми частями тела. Но понятно, что в рамках одного эфира мы не можем так подробно обо всех рассказывать. Поэтому есть прекрасная возможность сейчас вам, чтобы одновременно и познакомиться с эфирными маслами, и научиться делать массаж гуаша, просто зайти, как сказать, в диалог с нами, да, со мной, с Жанной, и просто спросить, какое масло вам лучше подойдет для именно вашей кожи, для ваших проблем. Потому что проблемы с кожей бывают разные. Если у кого-то это сухость, то у другого это жирности, прыщи, да, у кого-то брыли повисли, а у кого-то веки нависли. В общем, проблемы разные, поэтому можно просто войти в диалог, да, у вас есть наши личные контакты. Мы порекомендуем, какое вам масло взять или же комплект масел. Здесь есть большая разница. Если вы, если у вас еще нет аккаунтов Дотера, да, и если вы берете себе через регистрацию именно комплект масел, какие комплекты есть, я покажу по ссылочке под записью этого эфира, то мы подарим вам курс по массажу лица с гуаша и эфирными маслами. То есть, покупая один из комплектов и всего четыре, вы получаете в подарок курс бессрочное пользование. Курс, у вас будет свой личный кабинет, у вас еще будет чат поддержки, где вы всегда можете задавать вопросы, что у вас получается, что не получается. Можно даже в видеоформате задавать вопросы и показывать, да, что вот правильно я делаю, вот, чат поддержки ведет Жанна, как специалист по массажу лица, и вы всегда будете иметь ответы на ваши вопросы. Если же вы понимаете, что вы сейчас не готовы брать какой-то комплект, они, кстати, разные по ценовой политике, от очень недорогих до очень дорогого, соответственно, там, да, этих плюшек больше в дорогих комплектах, ну, посмотрите по ссылочке. Если же вы не тянете на комплект даже недорогой, и вам нужно всего одно какое-нибудь масло, скажем, чайное дерево, да, если прыщи одолели, или лаванды хотите успокоения, ну, или там деблу, чтобы, так сказать, себя, да, в тонус привести и к Новому году уже быть в отличной форме, хорошо, можно купить без регистрации просто одно масло. У нас, опять же, у нас, да, через, заказ делает через нас, и тоже заниматься массажем гуаша, если купить, допустим, скребок, это не проблема, то купить эфирное масло, где попало, это проблема, потому что были случаи неоднократно, когда шли на Валдерс, на Озон, покупали вроде как настоящее натуральное эфирное масло Дотера, а по приходу домой обнаружили, что в качественно упакованный флакон запаковано совершенно обычное растительное, рафинированное какое-нибудь подсолнечное или кукурузное масло, есть такие, да, виды мошенничества, вот не хотелось бы, чтобы вы на них попадали. И опять же, даже если вам повезло, и вы купили правильное масло на Валдерс или Озон, то вам никто не окажет консультационных услуг с Валдерса или Озон. То есть вы остаетесь один на один со своим маслом и, ну, барахтаетесь сами, как хотите. Если же вы берете у нас либо набор, да, либо там какие-то одно-два масла, то вы получаете консультации, ответы на вопросы, поддержку, да, работу с вами индивидуально. Поэтому здесь, я считаю, это очень большой плюс нам, во-первых, да, с Жанной, что мы вот так расположены, да, помогать людям. Ну и, конечно же, плюс большой вам, потому что вы имеете здесь, вы не остаетесь в одиночестве. Вот что самое главное. Потому что есть немало случаев, когда люди просто себе вредят, делая что-то с фанатимом. Между прочим, это относится не только к лицу. Когда заводишь речь о питании, да, очень часто человек в порыве сделать себя здоровым, начинает так яростно оздоравливать свое питание, что буквально переходит на одну капусту и получает какое-нибудь там жуткое вздутие и вплоть до спазмов и, ну, просто у него начинает дико болеть живот. Вот. Здесь то же самое. То есть в порыве стать красивой можно себе навредить, если где-то чего-то пережать, не туда нажать, не то масло использовать. Вот. Поэтому лучше, конечно, все это делать вот так в организованном порядке и с ответами на ваши вопросы. Вот, собственно, такое у нас новогоднее предложение плюс еще и другие подарки, с которыми вы можете ознакомиться по ссылочке внизу под записью этой трансляции я оставлю. Дай бог, чтобы запись трансляции получилась так, как надо. Вот. Завтра мы делаем трансляцию на Ютубе и расскажем там еще больше интересного и кое-какие новые еще моменты и нюансы, которые касаются массажа лица. Поэтому приглашаем вас завтра на Ютуб. Мы в 9 часов, да, Жанна, с тобой, как обычно, выходим в 9 утра. Будет трансляция у меня на канале на Ютубе, тоже дам ссылочку. Приходите и продолжим с вами приводить себя в порядок с помощью своих собственных рук, своих знаний, чтобы к Новому году мы уже были в хорошей, красивой форме. Вот. Я все сказала, вроде бы. Да, Жанна? Да, да. Все грамотно, все круто, как всегда. Все понятно. Спасибо тебе за твой труд. Девчонки, спасибо, что были. Всем спасибо, кто будет смотреть в записи. Хорошего дня и до связи. До связи. Пока-пока.